Это старая семейная маслодельня, которая занимается переработкой оливок в оливковое масло. Сюда можно привозить как свои собственные оливки, выращенные на маленькой ферме, так и большие коммерческие партии. При маслодельне есть свои огромные оливковые рощи, в которых собирают оливки и делают масло холодным способом. Перемалывают и отжимают в большой центрифуге. Частные фермеры привозят оливки на своих тракторах, взвешивают их вместе с машиной и вычисляют вес самих оливок. Далее они ссыпают оливки в большой отделитель от веток и листьев. Есть и маленький отделитель, в него вручную ссыпают оливки, привезенные партиями поменьше. После очистки все отправляется на мойку. Когда оливки стали чистыми, от них отделяют косточки и уже мякоть помещают в специальную перемалывающую машину, где получается густая оливковая паста. Эту пасту направляют в центрифугу и уже в ней отделяется вода и жмых. Жмых не выбрасывают, им потом удобряют те же оливковые рощи. И остается только ярко-зеленое, очень ароматное оливковое масло. Это масло сливается либо в баки, привезенные фермерами, либо в собственные танкеры на маслодельне. Важно, чтобы такие баки были сделаны из нержавеющей стали марки Inox. Это марка стали, которая допускает контакт с пищевыми продуктами. Уже отлитая в канистры масло идет на фасовку. Это могут быть либо небольшие емкости, тоже из стали марки Inox, либо стеклянные бутылки. Все делается автоматически, без участия человека. Человек только подает пустую тару, а на другом конце упаковывает готовый продукт в коробке. Напротив маслодельни есть небольшой склад. Там, как правило, хранится пустая тара, кофр короба и этикетки с крышками. Фактически, каких-либо запасов масла на складе нет. Все уходит с колес в магазины, либо в руки частных фермеров.